Так, что у нас на улице льёт? То есть нечего и думать, снимать на даче. Ну что ж, возвращаемся в укрытие. Ну что ж, дорогие друзья, дождь, что нам снег, что нам зной, что нам дождик прорывной, когда мои друзья со мной, да? Да, мы будем фотографировать сегодня дома. Но дело в том, что я так подумал, давайте сделаем конвейерную съёмку. Ну, красиво. То есть лакоблоки, ну, покажем. Что меня толкнуло на это? Ну, я посмотрел свои купленные овощи и понял, что каждый из них, в принципе, это уже произведение искусства. Понимаете? Та же капуста, как она выглядит, да? Морковка, если я правильно понял. Помните, что морковка у меня была на фатуре, на первом месте, кстати. И я решил сделать следующее. Я возьму сейчас такую вот доску. Ну, на деревянном мне как бы уже надоело немножко. Давайте сделаем что-то, цвет такой, антрацитовый. И используем наши... Теперь у меня уже два фонарика. И ими мы можем с вами создать, в принципе, любые эффекты. Это, конечно, интересно, что у меня здесь в квартире лежит полный набор икеевских фонарей, полный набор мелких вспышек накамерных и полный набор различных стативов, софтбоксов и так далее. Я пользуюсь вот этим, да? Ну, я вам скажу почему. Ну, во-первых, в проводах вот тут путаются, да? Если подключу сейчас эти самые свои икеевские лампы. Ну, я в проводах тут утонула, а помещение маленькое. С вспышками, там, с этими зарядками постоянно то одна вспышка села, то вторая, то третья. Тоже некомфортно как бы. А вот это взял, нажал, включил, понеслось. Ну, и я думаю, мне так кажется, что многим из вас, многим из вас этот вариант вообще, вот, почти ничего не стоящий, моих более симпатичный. Мне так кажется. Скажите, если я не прав. Скажите, если я не прав. А мы сейчас с вами действительно начнем красить эту самую доску. То есть я возьму черный, возьму немножко там синего, еще чего-нибудь такое. Попробую сделать антрацитовый цвет. Высушу феном и буду класть на него, может быть, даже под углом, буду класть наши различные продукты. Пучок редиски, пучок лука, еще что-нибудь, капусту и буду снимать. И потом посмотрим, как это будет выглядеть. Хорошо? Ну, давайте будем красить. Так, так как погода благоприятствует, а фонарик у меня оставлял очень сильные рваные тени, я этого не хочу. Посему мы эту градацию там цвета исполним в фотошопе. Я сейчас залезу на этот стул и с объективом в 50 спокойно сниму. А потом пойдем в фотошоп и подработаем, окей? Так, теперь положим морковку и тоже сфотографируем. Редиску мы тоже сфотографируем и так далее и тому подобное. Так, ну вот, как вы заметили, не мудрство и лукаво. Мы просто вышли под козырек дома и сфотографировали наши вещи. Но не хватило мне немножечко высоты для морковок, поэтому пришлось снимать не глядя, почти задрав руки вверх. Хотя, оставил на табуретке. Так, вот наша лентиска. Хорошо выглядит. Ну все, теперь нам осталось решить, ребята, какого цвета у нас будет, допустим, вот эта доска. Давайте поиграем с температурой. То есть я бы не хотел, чтобы она была серая, да, но и голубую тоже не хочу. То есть сейчас у меня 5900 температура, да? Чуть-чуть, вот 5800. Сделаем, давайте у всех тогда сделаем. Баланс белого. Так. Да ладно. 5800. Ну не знаю, какая из них лучше, какая хуже. То же самое, но здесь один вариант, вот эту брать, да? Сейчас посмотрим. Экспонируем. Вот так, а так. И температура здесь почему-то такая странная температура. 5800, да? 5800. Вот так. Хорошо. И здесь какой из них лучше будет помпом, мне кажется, первый. Хотя, второй тоже просылает. 5800. И экспонируем. Делаем побольше немножко. Так. Присываем ей звездочки. Здесь тоже экспонируем. Чуть-чуть вот так. Тоже звездочки присваиваем. И здесь вот какой из них. Вот этот. Этот. Или этот. Я бы не возьму этот, мне кажется, парище чуть-чуть. Ну и все. И говорим, что выделить с рейтингом и открыть изображение. Вот они они. Так. Ну, в общем, нам надо что сделать? Нам надо сделать затемнение. Так, а почему здесь у нас ушел? А, потому что я звуку снимал. Вот почему ушел. А не сверху. Ладно. Понятно. Тогда мы сейчас просто изображение это развернем. Так. Против часовой. Вот так. Теперь давайте мы его выберем. Вот. Ну, естественно, нам необходимо будет чуть подрезать его вот так. Как бы исходник уже хорошо выглядит. Безинку мы оставляем. Вот тут какое-то пятнышко уберем его. Смотрим дальше, нет ли этих небякушков. Нет, все нормально. Ну, и вот теперь, как мы уже делали с вами, повторим. Делаем новый слой. Берем вот этот наш кружочек. Так. Растушевку 300 пикселей. Оставляем. И делаем такой овальчик. Так. Который с помощью Ctrl-Shift и переворачиваем. Не надо вам обесцветить. И заполняем черным светом. Все. Так. Заботили. Теперь. Темнее. Но это можете и не делать. То есть сделали вот этот фокус. Как бы как будто у нас тут освещено оно. Так. Во-первых, надо сделать побольше. Так. Так. А теперь T. И говорим деформация. И вот при деформации мы можем теперь регулировать именно так, как нам нужно. А я бы хотел, чтобы здесь она шла прямо. Как бы, да. А вот здесь закруглялась. Вот так. Таким вот образом. Чтобы она выглядела. Так. Угу. Ну и сведем вместе в Ctrl-Shift-Alt. И если мы довольны этим, да. То мы можем, конечно, еще немножечко покорректировать. С помощью. Так вот. И вот так. Ну и получили вот такую неплохую текстуру, структуру. Так, сейчас, секундочку. Мы еще с вами уберем тут ненужные нам элементы. На полу, когда снимаешь, надо с этим считаться, естественно, что будут какие-то пятнышки. Не без того. Правильно? Выглядит очень даже не фимпозатенько. Сейчас мы с вами фильтр применим. Еще усиление резкости, силу на резкость. Так. Эффект немножко добавим до 83. Радиус 1,2. Можем добавить 1,5. Открыть. Я хочу текстуру дерева немножечко поднять. Ну и вот. Все. И такое ощущение, что мы прям с вами старались, старались. Свет выставляли, выставляли, да. Отлично, ребята. Идем дальше. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь морква. Моркву сейчас перевернем. Сейчас перевернем моркву. Поставим ее вот так. Так. А это еще что такое? Это не надо. В чем дело? Почему она так все ведет странно? Так. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Выбежаем мимо. К этому нам надо будет 0,5 или 1. Вот это нам надо будет увеличить немножко. Вот так вот. Хорошо. Ну и здесь тоже. Вот это место нам совсем что-то не нравится. Так. Контр-Ц, контр-Фау. Подвинем ее вот сюда. Закроем вот тут. Так. Отлично. Нарезкость хорошая. Смотрим то, что с рук снимали. Так. Давайте побольше захватим. Вот так. Тоже. Контр-Ц, контр-Фау. И поставим, а блин. Так. Это мы... Подождите. Так мы сделали. Это у нас что? А, это вот это. Собираем на место. Это, так говоря, что... Сосудим фау. И... Закрываем. Закрываем. Ну. Так. Здесь мы должны с вами поработать, естественно. Сейчас. Возьмем инструмент. Закладка. Так, убрали. Вот тут нам нужно будет, наверное... Просто. Когда она будет затемнена, это не так будет видно, но он сейчас пока видать. А где у нас тут восстанавливающая кисть? Клюнем здесь и пошли. Вот так она восстановилась. Теперь точечная кисть. Убираем все эти. Все равно. Но стряхнуть доску не учится здесь. Или взять другой объектив. Ну, не хотелось, ребят. Честно, не хотелось брать другой объектив. Я люблю свою сотку. Она мне, как бы, никогда не подводит. Поэтому не хотел я менять. Задрал наверх. Смотрим. Ну, все хорошо. Проверяем. Да что такое-то, ребят. Ну, все хорошо. Готово. Можем теперь, можем, конечно, эту веревочку убрать, но мы оставим ее, знаете, как бы, вот как бы. Так, я вижу, что, секундочку, можно бы еще чуть-чуть развернуть, вот так, наверное, да. Хорошо. Здесь закрасим, раз такое дело. Отлично. И дальше. Так. Так. Смотрим, все хорошо. Да, все замечательно. И, естественно, теперь наверху у нас, конечно, немножечко маловастенькое место. Попробуем добавить. Заполним это место. Есть. Уберем здесь лишнее. Все. Теперь то же самое, ребята, мы делаем с вами. Круглюшок. Вот такой. С растушевкой 500 пиксель. Так. Переворачиваем его. Ctrl-Shift-I. Заполняем черным. Так. Убираем непрозрачность. Вот так, наверное. И Ctrl-T. Сначала мы немножечко ее увеличим. Вот так. А теперь ты... Смотрите, ребята, я вам скажу так, что изображение, размер холста мне не устраивает. Мне надо по ширине... Давайте 60 сделаем. Ну, это ерунда, конечно. Ну, просто сделаем 60 и все. Так. О чем это я? О том, что я хочу вот это... Вот эти краешки... Увеличить я хочу. Сюда их вывести. Так. Этот мы пока уберем тогда, чтобы, ну, понятно. Есть. И вот этот краешек меня не устраивает тем, что он маленький. То же самое. Так. Отлично. И далее изображение, размер холста вот в эту сторону еще нам надо. Высоту сделаем, ну, 70 гола. Чтобы я решала работать. Вот. Вот так. И тоже возьмем вот это вот. И давайте мы ее будем подглядать наверх, походу нам не понравится. Вот так. Теперь мы ее наверху повернем. Вот так вот поддынем. Ну, и вот теперь можно обрезать. Вы понимаете, она сильно-сильно была зажата, эта морковка. А это я не хотел, чтобы она так сильно была зажата. Вот так она гораздо лучше. Единственное, что нам надо выправить теперь ведь все. Вот я без вас делаю. Вот так она выглядит гораздо попорционнее. Очень интереснее. Все. Теперь-то точно мы сделаем свой кружочек любимый. Который вот так сделаем. Овальчик, вернее. С морковкой надо овальчик делать. Так. Ctrl-Shift-E. Заполняем черным. Прекрасно. Увеличиваем. Уменьшаем непрозрачность. Говорим Ctrl-T. Говорим, что это у нас будет деформация. Начинаем деформировать. Деформировать так, как нам нужно. Хотим вот здесь кружочек. Ну и сделаем кружочек, кто нам помешает. Никто. Допустим, вот так сделали, да? Очень удобно, кстати. Нажали. Непрозрачность убрали. Нам это не надо, чтобы у нас черное все было. Нам надо, чтобы материал проявлялся. Поэтому сейчас непрозрачность уберем. Ну-ка, 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 вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Отлично. Далее Ctrl-Shift-Alt-E. И тут еще поработаем с коррекцией. Вот так. Сделаем морковку сочетой, красивой. Отлично. Последний фильтр. Ну, на резкость. Заумячим ее. И пускай, пускай народ дизайнерский пользуется, покупает нашу морковку. Свежая морковка, дешевая морковка. Покупайте у нас картинки от морковки. Так, готово. То есть, вот у нас уже готово две работы. Одна, вторая. Ну и вот, это не знаю, ребята. Ну, мне не нравится то, что ушло как бы в... Что ушло вот здесь. Видите? Расплющилась. Поэтому я, скорее всего, пересниму. Ну и сегодня дальше буду снимать капусту, ктошку. В общем, все, что у меня под руки попадется, и то, что я купил, лежит в холодильнике, и я буду сегодня фотографировать. Вас от этой рутины избавлю. Ну, хорошие штуки получились. Итак, всего вам доброго, дорогие друзья. Подумайте о том, что я предлагал конкурс, пока у нас 10 человек, еще 5 не достает, чтобы начать. Ну и я, видите, я вам подбрасываю идеи. Тоже можете воспользоваться. Потому что в конкурсе будет, как минимум, от каждого по 3 работы разрешено. Так что, дерзайте. Теперь точно все. Пока.